Высказывайте своё мнение, кто участвует в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30.00. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время пообщаться в нашем неполиткорректном шоу. Неполиткорректное шоу Сергея Зацепина, я его ведущий Анатолий Червец. И участники все вы, которые дозвонитесь по номеру телефона 847-400-5200. Увидеть вы нас можете на нашем веб-сайт radio-nvc.com. На нашей страничке в фейсбук, радио-нвc, ну и, конечно же, на нашем ютуб-канале радио-нвc. Зайдя на наш ютуб-канал, пожалуйста, нажмите кнопочку подписаться или subscribe. И вы станете, как говорится, полноправными участниками нашего ютуб-канала. Ну а все остальное, как говорится, в ходе, по ходу пьесы. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Итак, дорогие друзья, конечно же, новостей целая тьма тьмущая. Ну или, как в простонародье говорят, целая куча. Поэтому будем постепенно это все дело разгребать вместе с вами. Ну а, наверное, самым главным, самой главной новостью сегодняшнего дня и вообще того, что сегодня происходит, это, конечно же, назначение следователем. Давайте мы быстренько обговорим условия, что если Малер, его официальная позиция была специальный прокурор, то то, что было сделано нашим генеральным прокурором Баром, он назначил следователя. Следователя прокурора. Это человек, который представляет из себя U.S. Attorney, то есть он один из прокуроров Соединенных Штатов, которые занимаются именно расследованием вещей, которые им поручает генеральный прокурор. В данном случае, в принципе, разницы никакой между Малером и господином Дором. Кстати, зовут этого прокурора Джан Дором или Дором, правильное произношение. То есть у них абсолютно нет никакой, между ними нет никакой разницы именно в отношении той позиции, которую они занимают. Теперь я бы хотел еще раз для людей, которые, может быть, не совсем понимают разницу между генеральным инспектором и прокурором Дором. То есть у нас, мы знаем, что буквально, надеемся, скоро, в течение нескольких следующих недель, мы ожидаем рапорт от генерального инспектора Горовица. Так вот, разница между генеральным инспектором и тем, чем будет заниматься Джан Дором, в том, что инспектор, он именно инспектирует. То есть он проверяет работу, в нашем случае, таких организаций, как Министерство юстиции, ну, ФБР и так далее. А в основном, то есть он, его основная обязанность, это подать рапорт о том, в каком виде он нашел состояние дел ФБР и Министерстве юстиции. И все это, конечно же, в отношении того, что произошло в 15-м, 16-м и последующие два года вот со времени избрания Трампа, как велись расследования, почему они велись и так далее. Но проблема вся в том, что генеральный инспектор имеет очень ограниченные права. Во-первых, генеральный инспектор абсолютно не, это не в его полномочиях выносить обвинения. Это самая главная разница между генеральным инспектором и тем, чем будет заниматься Дором. Дором Горовец не имеет полномочий обвинения. Также Дором не имеет права опрашивать людей, которые либо были уволены, либо подали в отставку и сегодня не являются сотрудниками служб. То ли Министерство юстиции, то ли ФБР, то ли СИА, ну и так далее. Поэтому он, а так как очень многие люди связаны именно вот с предвыборной и выборной кампанией Трампа и последующие действия, так как эти люди были уволены, в основном, такие как Джеймс Коми, Энджу Маккейб, Брус Ор, такие люди, которые были сначала понижены в должности, а потом уволены. Это Питер Страк, Лиса Пейдж и очень многие. Там целое множество чиновников и служащих, которые были понижены в должности, переведены на другие посты или уволены совсем. Так вот, те, которые были уволены или не работают больше в этих департаментах, Горовец не имеет права и допрашивать. То есть, он чисто инспектирует. Теперь поговорим немножко о том, о полномочиях Джана Дорхэм. Джан Дорхэм, опять же, это будет следователь, прокурор. Во-первых, давайте начнем с того, что этот человек, опять же, ну, до тех пор, пока он не попал в руки демократам, давайте говорить так, вот сегодняшним демократам, этот человек с абсолютно идеальным послужным списком, с абсолютно идеальной рабочей историей. Это человек высочайшего класса профессионал. Это человек, который знает очень хорошо законы, он очень хорошо знает, что можно, что нельзя. Это человек, который пока что себя ни в чем не запятнал. Хотя, понимаете, вот тут немножко такое странное состояние, по крайней мере, у меня. Почему? Потому что каждый раз, когда кто-то выбирается или назначается на какой-то пост, мы все слышим одно и то же. Начиная, допустим, с нашего бывшего генерального прокурора Джефф Сэшнс, где за него проголосовали там какое-то сумасшедшее количество даже демократов, и вот тоже, казалось бы, сенатор с абсолютно идеальным послужным списком. Ну и видите, как он себя повел, когда дело коснулось вот Дональда Трампа, его администрации и так далее. То есть он абсолютно в моем, по крайней мере, я говорю лично про себя, в моем понимании он потерял всякое доверие, потому что этот человек оказался просто еще одним политическим оператором, будем говорить так. Ну и мы тоже слышали про Роберта Маллера, когда его назначили. Причем его назначил сам Рад Розенстин. Я прошу вас запомнить вот эту связку. Маллера назначил и привел Рад Розенстин. Это был заместитель генерального прокурора Сэшнс. Теперь, когда Маллер пришел, ну, такое впечатление, что у него, по идее, за спиной просто должны были расти крылья, потому что это был ангел во плоти, это был человек с каким-то абсолютно непоколебимым, не запятнанным в кавычках, сейчас мы это понимаем, прошлым. Это человек, который был уважаем, это был человек, который служил в армии, ну и так далее. То есть вот Роберт Маллера нам его представили как человека с абсолютно идеальной историей. До тех пор, пока вещи не начали постепенно выходить, как говорится, наружу. Ну, после этого мы получили генерального прокурора Уилям Барр, про которого также говорили человек с абсолютно идеальной историей. И вот именно в это ему я верю, хотя у меня были поначалу сомнения, но сомнения были именно в связи с тем, о чем я сейчас сказал про Сэшнс и про Маллера. Поэтому, когда назначили Барр, я просто с очень большой опаской надеялся на то, что это не будет еще один Сэшнс, это не будет еще один политический оператор. Но пока что, как показало время, Барр действительно сдерживает свое слово, он абсолютно действует, абсолютно нейтрально, хотя, конечно же, демократы сейчас его поливают грязью с ног до головы, и так как они себя повели вот 1 мая на слушаниях в Сенате, это было вообще что-то ну, необъяснимое, и невыносимое, но Барр продолжает быть абсолютно человеком чести, достоинства и человеком своего слова. Ну и вот теперь дело дошло до Джана Дорам, которого Барр выбрал в качестве вот этого прокурора-следователя, и послушав, и немножко даже почитав его биографию, я для себя лично сделал такой вывод, что это человек, который, опять же, он он действительно абсолютно достойный, абсолютно уважаемый, абсолютно ну, идеальный такого слова, наверное, нет и не должно быть, но он действительно достоин того, той позиции, которая ему была предложена, и я желаю ему успехов, я желаю ему здоровья, терпения и ну, по крайней мере, стойкости, для того, чтобы, конечно, сейчас на него обрушиться, ну, все, что может на него обрушиться, все силы ада и все силы демократической партии обрушатся на него, так как, конечно же, они боятся и не хотят этого расследования, но лирику в сторону, значит, теперь самое основное различие между Доргем и Горвец, это то, что Доргем, как прокурор, имеет право полномочия обвинять, выносить обвинительные как это сказать, лучше выносить обвинения в сторону тех лиц, которым есть вопросы, ну, и вот тут, конечно, по лестнице, по служебной, мы так, посмотрели, я посмотрел, почитал, послушал умных людей, и я думаю, что причем интересно, как никто не идет выше Лоретто Линч, как генерального прокурора во время Обамы, во время его второй каденции, то есть, про Обаму никто слова не говорит, но, тем не менее, Лоретто Линч и даже, наверное, Билл Клинтон косвенно, хотя он не имеет, ну, так, прямого отношения к выборам Трампа, поэтому вопрос будет стоять, пойдут ли они только за Лоретто и Линч, я имею ввиду по лестнице служебной, или там все-таки дойдет до Хиллари, у нас есть звонок, давайте примем, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста, громче, я вас не слышу, алло, алло, прошу прощения, я честно вас не слышу, поэтому перезвоните, и я так немножко на бэкграунд, я слышал радио, поэтому, когда будете перезванивать, приглушите ваше радио, вот, так что, тут становится вряд, как говорится, по очереди, есть очень много вопросов к людям, которые были уволены, но против которых не было вынесено никаких обвинений, начиная с бывшего директора ФБР Джим Комми, его заместителя Эндрю Маккейб, потом Лиса Пейдж, Страк, Брус Ор, его жена Нелли Ор, это люди, которые, Нелли Ор, если вы помните, работала на такую организацию, как Fusion GPS, ну и там, опять же, тут будут замешаны, конечно же, и Брэнн, и Клэппер, Брэнн, это был директор CIA, просто так, чтобы вам напомнить, Клэппер был директор Агентства национальной безопасности, давайте примем зону, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста, я слышу, что вы там, говорите, да, здравствуйте, здравствуйте, я хотела, значит, ну, порадоваться за это назначение, во-первых, во-вторых, понятно, что какой дурдом начинается вокруг любого человека, который начинает работать против демократов, скажем так, это первое, а второе, я хотела сказать, что, если немножко глубже смотреть каждый раз, ну, например, о Майлере, вы сказали, что он был, ну, не идеальный, конечно, но, в общем, подходящий кандидатурой, я вот с самого начала, а тем более, когда послушала Левина, там выступала женщина, которая написала книгу когда-то, как Майлер, какой он вообще, ну, просто, как говорится, охотничья собака, которая идет на след и будет разрушать все абсолютно, а в данном случае прекрасно было ясно, что он, как говорится, с другой стороны, что это там был полный конфликт интересов, и все, кто окружал его тоже, это второе, но не важно, теперь уже, и третье, я хочу вас попросить, вы или кто-нибудь другой, Леон, сделайте когда-нибудь передачу, буквально посвященную, как говорить, с детьми, внуками, ну, детям я включаю и 45-летних детей, которые не просто, ну, они не хотят говорить, даже когда не употребляешь слово ни Трамп, ни демократы, а просто говоришь, скажем, там, состояние школ, которое касается очень, потому что внуки растут и так далее, даже когда простой вопрос спрашивают, вот тебе нравится, что будут изучать ЛГБТ, историю, например, ну, пусть пока что факультативно, но потом это мы знаем, все становится не только факультативным, вот пусть нам помогут немножко психологи, я не знаю, кто умные люди, как говорить с детьми, как хоть чуть-чуть им просветлить мозги, я помню, спасибо большое, ну, давайте мы так, быстренько я вам отвечу сразу, чтобы это не откладывать в долгий ящик, значит, по поводу того, как говорили с детьми, значит, я в прошлый раз, когда вел передачу, хотя мне позвонил вот один человек, и сказал, что, ну, зачем об этом говорить, не надо тратить время, давайте лучше поговорим о том, что у нас там на границе, так вот, в прошлый раз, я очень, надеюсь, четко объяснил, что говорить с детьми старше 25 лет, вы не можете, уже все, поздно, и пытаться с ними спорить, и пытаться им что-то доказать, это уже поздно, объясню, почему, люди, которые закончили в Америке колледж, это особенно, если они посещали, так называемые, state universities, ну, вот, типа, university of Illinois, там, Iowa State, Southern Illinois University, Northern Illinois University, это те, такие вот, университеты, в которых, ну, здесь, по крайней мере, в нашем штате, большинство русскоговорящих детей посещают, ну, я, это я говорю про штатовские, также, конечно же, Депол, точно так же, Лайола, люди, которые, вернее, дети, которые уже закончили колледж, и которые прошли, там, 4 или 6 лет колледжа, вы им ничего не докажете, потому что, они прошли такую индоктринизацию, такую, они прошли через такие жернова, что, вы, сами, ничего, для того, чтобы им что-то доказать, вы должны, ну, быть, я не знаю, насколько, подкованы в политике, и так далее, поэтому, с детьми нужно разговаривать тогда, когда они, вот, постепенно, где-то, классе в седьмом, уже с ними нужно начинать разговаривать, вот, когда они пошли в джуниор-хай, уже можно с ними разговаривать, причем, не надо с ними разговаривать о тяжелых ситуациях, им нужно пытаться как-то, во-первых, объяснить Конституцию, если вы этого сами не знаете, вы это им абсолютно не объясните, им нужно объяснить, что такое Конституция, для чего она была создана, почему важно заниматься, вернее, знать эту Конституцию, по крайней мере, основные ее положения, и вот тогда, к тому времени, когда дети пойдут уже в хай-скул, а потом в колледж, по крайней мере, у них уже создастся, вот это, вернее, останется та информация, которую вы им дали, и вы им должны будете постараться объяснить, что все, к чему их будут учить и настаивать в колледже или в хай-скул, к этому нужно относиться, ну, по крайней мере, с осторожностью, вот в этом возрасте нужно пытаться детей немножко образовать, теперь, опять же, поверьте мне, я никогда никого, ни при каких обстоятельствах не призываю выставлять ваших детей на баррикады с транспарантами, они абсолютно не обязательно должны быть какими-то политактивистами, они не должны никого ни к чему не призывать, просто ваши дети, ваша работа будет выполнена тогда, когда ваши дети будут понимать, что происходит и когда они будут голосовать своими собственными мозгами и знаниями, а не тем, чему их учит школа, колледж и так далее, понимаете, вот к чему я это все говорю, то есть тут не нужны психологи, не нужны какие-то особенные данные, знания, просто разговаривайте с вашими детьми, спрашивайте у них, вот пришел ребенок со школы, ну что, что там сегодня было в школе, о чем говорили, очень обращайте огромное внимание на то, когда в школе происходят так называемые assemblies, вот запомните это слово, это такое общешкольное собрание, обычно его собирают по какому-то поводу, так вот обязательно, обязательно, если ваш ребенок вам говорит, у нас сегодня в школе была assembly, спросите о чем, что, как, то есть вот таким образом пытайтесь как-то направлять вашего ребенка в нужное или в правильное русло, опять же, я не говорю, что ребенка нужно воспитывать только в духе республиканизма или в духе демократизма, ребенок по-любому потом станет взрослым, выберет свою собственную дорогу, но он должен знать разницу между республиканцами, между демократами, разницу между тем, что хорошо и плохо, и поэтому я, то есть я не читаю лекции, я не читаю аннотации, я просто пытаюсь добиться того, чтобы наши дети понимали то, что происходит, и чтобы родители им это объясняли, а не школа и не калыч. И вот тогда у нас все будет в порядке, и дети будут расти абсолютно в правильном русле, какой бы партии они не решили принадлежать. Ну, вот такого типа ответа. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Пожалуйста, насколько новый прокурор, насколько он защищен юридически и в своих действиях от выпадов всевозможных со стороны демократов? Я понял, спасибо. Хороший вопрос, спасибо. Сейчас, я приму еще один звонок, и вы... Добрый день, говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Вы знаете, в отношении детей, мне кажется, это слишком оптимистично. Я вам просто могу на своем примере рассказать. Спасибо большое. Я честно не хочу слушать ничьи примеры, потому что у меня есть свой пример. Поэтому все то, что мне расскажут, я через все это прошел, я все это уже слышал, что дети никого не слушают, дети не хотят, дети... Если у детей правильные родители и правильные дедушки с бабушкой, если этих детей начали воспитывать в правильном возрасте, не тогда, когда они идут на свидание и гуляют до двух часов ночи, а тогда, когда они дома, сидя с родителями, смотрят передачи и учат уроки. Вот и все. Больше вы мне ничего не докажете, поэтому не хочу терять на это время. Теперь, дорогие друзья, я ваш вопрос услышал по поводу прокурора, я на него отвечу сразу после рекламной паузы. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами. Номер телефона в студии 847-400-5200. Для тех, кто еще не понял, где мы находимся, мы находимся в политкорректном ток-шоу Сергея Зацепина, где мы пытаемся немножко разобраться в том, что происходит, ну и, ну, по крайней мере, заставляем себя хоть немножко задуматься над тем, как с этим бороться и так далее. Я сейчас приму звонок, а потом отвечу на вопрос. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела обратиться ко всем слушателям, ведь мы получаем сейчас ценную информацию. Не надо загружать Анатолия вопросами, допустим, воспитания, он для меня тоже очень важен, но нам важно узнать то, что он знает теперь об этом расследовании. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Спасибо вам огромное. Ну и сразу переходим к ответу на вопрос о том, насколько защищен вот этот прокурор Джан Дурган. Ну, давайте рассуждать так. Он назначен генеральным прокурором Баром. Точно так же, как в свое время Малер получил сумасшедшую защиту, ну и плюс он получил гарантии и от республиканцев, и от демократов о том, что его расследование будет продолжаться ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сделать, вынести заключение. денег ему будет выделено, я думаю, столько, сколько нужно. Теперь, насколько он защищен. Значит, республиканцы, ну, только, по крайней мере, те, которые не замешаны в том, что произошло. Хотя, смотрите, вот такой, как Рад Разенстин, он считается республиканцем. Я думаю, что рыльцев пушку у него настолько, что там до кожи добраться практически невозможно. Поэтому я бы на его месте серьезно заволновался. И это именно то, что он сейчас делает. Если вы следите за его, вы знаете, что он уже какое-то время тому назад подал в отставку, он уже не является зампрокурором. И с тех пор, как он подал в отставку, он поет, как говорится, ну, просто как как синица. То есть, вот на всех телестанциях, во всех газетах пишут о его выступлениях, где он, конечно же, валит все на коми. Вот что самое интересное. Сейчас у нас подошло такое время, где начинают, вот открыли, потрясли немножко банку пауков, причем ее еще не открыли, ее просто потрясли самим тем сообщением о том, что назначен вот такого рода прокурор. Причем, прошу вас, заметьте, насколько правильней и осторожней действует бар, в пример, точно не в пример Рад Розенстину, который не успел Сэшенс как бы самоустраниться, как тут же Розенстин уже назначил специального прокурора. Причем с абсолютно неограниченными возможностями и полномочиями. То есть, он копал во все стороны света. Я имею ввиду Малер, да? И вот теперь посмотрите по сравнению с Розенстином, как аккуратно и как правильно поступает генеральный прокурор. Он не назначал специального прокурора. Он не делал из этого помпу. Он не... То есть, он назначил просто прокурора следователя, который начнет копать. А уже потом по мере того... Причем, они, видите, интересная вещь в том, что почему Барр не дал Дергаму такое абсолютное полномочие, именно потому, что они еще ждут все-таки рапорт Горовца. Потому что... Хотя, я думаю, что уже на сегодняшний день, и если честно, я, конечно же, послушал Раша Лэмбоу, и я с ним лично полностью согласен. Не потому, что он Раш, а я, ну, кто я? А именно потому, что по логике он абсолютно прав. Тот факт, что генеральный прокурор примерно имеет представление о том, что будет в рапорте Горовца, я думаю, он неоспорим. И именно поэтому был назначен прокурор, не дожидаясь рапорта. А вот как только выйдет рапорт, вот тут, я думаю, полномочия прокурора этого будут увеличены, вернее, расширены, и я думаю, что все-таки, я не знаю, честно, насколько принципиально звание специальный прокурор или просто прокурор, следователь, честно, не знаю. Я пытался как-то немножко это найти, попытался сделать такой небольшой ресерч, я разницы не вижу. просто специальный прокурор отвечает генеральному прокурору, но и вот такой следователь прокурор тоже отвечает генеральному прокурору. Поэтому я большой разницы не вижу, но тем не менее, я думаю, что БАР так, чуть-чуть приоткрыл завесу своих намерений до того, что поступил рапорт от Горовца, но как только рапорт будет получен, вот тут начнется полномасштабное расследование, и они уже будут не просто как бы догадываясь пытаться накопать что-то, а они уже будут идти, почему? Потому что Горовец имеет право, он не имеет права обвинителя, но он имеет право подать рекомендацию, то есть вот как инспектор, который проверил работу этого, 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 он имеет право подать рекомендацию о том, что он считает должно быть сделано, и скорее всего, что он подаст рекомендацию именно о расследовании определенных шагов, которые были предприняты, и вот поэтому БАР как бы в предвкушении этого начал уже потихонечку расследование. Добрый день, вы в эфире. Алло? Еще раз добрый день. Добрый. Анатолий, значит, надо понимать, что у него полномочий все-таки немножко меньше, чем у специального прокурора, и все-таки насколько же... Нет, секундочку, секундочку, подожди, подожди, я не знаю, откуда вы сделали такой вывод, что у него они, наоборот, я сказал, что по-моему они абсолютно равнозначны. Просто разница в том, что когда... Понимаете, ему пока что сейчас его задача это начинать постепенно копать то, из-за чего началось расследование Трампа. Так? Слушайте меня внимательно. Вот тут очень-очень внимательно. Смотрите, если вы помните, когда был назначен Малер, у него вообще не было никаких ограничений, то есть ему просто дали, как говорится, карт-бланш и сказали, так, иди, фас, копай, все, что накопаешь на Трампа, все нанеси сюда. Так? Это был Малер. Теперь, Барр намного аккуратнее и осторожнее ведет себя по отношению вот к этому прокурору. он ему пока что не дает карт-бланш. Он ему дал определенное задание, с которым, с которого этот прокурор начнет расследование в ожидании. А в рамках этого задания он имеет право вызывать кого угодно и доказать кого угодно? Конечно! У него он, вы поймите, он, то есть, переведя на русский язык, чтобы вы просто поняли аналогию. Представьте себе, что Следственный Комитет России, а он старший следователь Следственного Комитета России. То есть, он имеет полномочия такие же, как Малер, просто у него пока направление немножко, вернее, намного уже. Но в этом направлении он имеет полностью полномочия. Абсолютные права, он имеет право вызывать, копать. Теперь, Анатолий, пожалуйста, насколько же все-таки он защищен от этих жутких поползновений со стороны Надлера и компании? Понял. Значит, смотрите, какие могут быть поползновения? Значит, если Надлер и компания начнут ему препятствовать, вы поймите, это официальный прокурор, вы помните, да, что сейчас до сих пор они пытаются докопаться до препятствия правосудию со стороны Трампа. Так вот, если Трамп ничего не сделал, и его обвиняют в препятствии правосудия, то вы поймите, у нас сегодня есть правильный генеральный прокурор, если только его человеку начнут вставлять палки в колеса, вот тут начнется расследование еще и, вернее, обвинение по, в препятствии правосудию, ведь мы еще этого, вы понимаете, мы как те младенцы слепые, мы этого еще не видели со времен, ну, те, которые сюда приехали после Клинтона, мы этого не видели со времен Клинтона, никто еще пока демократам не то, что не вставлял палки, их никто не расследовал, их никто не обвинял, их никто, поэтому, то, что мы сейчас видим, мы пока что были свидетели только игры в одни ворота, и мы понимаем, насколько плохими могут быть демократы, но, мы себе даже не представляем, насколько серьезно будут относиться, если демократы начнут вставлять палки в колеса этому расследованию, вот тут четкое препятствие промосудию, и вот тут уже будет, тут пойдут уже и тот же Недлер, если он начнет действительно препятствовать, то есть, вы поймите, они могут тянуть с с представлением документации, это они могут делать, и то, вы понимаете, что когда-то они тянули, потому что у власти был сначала сэшенс, который вообще был никакой, а потом розенстин, который вообще не был заинтересован ни в каком расследовании, так, теперь немножко другая игра, теперь, как говорится, белые пришли уря-уря, красные пришли, вот уря-уря, значит, сейчас начнется совсем другое, как только этот человек по имени Джан Дором запросит какую-то документацию, допустим, в каком-то комитете, и если ему эту документацию не передадут в течение установленного срока, вот тут он может вообще завести дело, подать в суд на препятствия правосудию, поэтому мы просто еще к этому не привыкли, у нас начинается небольшая новая эра, где вдруг власть поменялась и пошли в другом направлении, и вот тут будет интересно посмотреть, насколько он защищен, он защищен всеми правами, во-первых, прокурора, раз, во-вторых, за ним стоит такой человек, Лэнзи Грэм, вы не забывайте и не сбрасывайте его со счетов, потому что этот Лэнзи Грэм, он просто рвет с тех пор, как Джан Маккейн умер, спасибо, я просто вас отключил, чтобы не держать линию, он просто, ну вот, с тех пор, как умер Джан Маккейн, Лэнзи Грэм просто спит и видит отыграться на вот этих демократах, да, и на том, что они вытворили по отношению к Трампу, по отношению к республиканцам, по отношению к тому же Лэнзи Грэму и так далее, так вот, Лэнзи Грэм, который является председателем юридического комитета Сената, поверьте мне, он будет рвать и метать за вот этого прокурора, почему, потому что именно Лэнзи Грэм, он уже выступил и уже сказал, что если этот, если он увидит, что прокурор недостаточно глубоко копает, он лично начнет расследование юридического комитета Сената, поэтому тут сейчас заворачивается такая каша, дорогие друзья, как я сказал там у себя на фейсбук, садитесь поудобней, берите огромное ведро с попкорном, большую бутылку кока-колы, пристегивайтесь ремнями, потому что вас ожидает сумасшедшее путешествие по стране, которая называется правосудие в Соединенных Штатах, так что это будет очень интересно, добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, скажите пожалуйста, личный адвокат президента Трампа Егор Дольф Жуляни отменил свою поездку в Киев якобы по той причине, что вокруг Зеленского очутился сторонник Януковича, который способствовал расследованию Трампа против Трампа. Можете вот это как-то подчеркнуть? Вы знаете, спасибо большое, значит, единственное, что я могу из этого подчеркнуть, я вам скажу такую вещь. Опять же, кто такой Янукович, мы же все прекрасно понимаем, что это ставлен Путина. И Зеленский, тут, вы понимаете, я до сих пор, вот сколько я за этим пытаюсь проследить, я слушаю разные стороны, я слушаю стороны про и против, за и так далее. для меня лично еще Зеленский это темная лошадка, я не могу понять, одно из двух, либо он настолько толковый политик, где он играет, как говорится, в покер с картами, не отрывая их от стола, то есть, ну просто непонятно, либо он еще не получил нужные указания от ну самого кого-то типа Коломойского и так далее, то есть, идет абсолютная какая-то непонятная темная игра. Теперь, это мое отношение к Зеленскому пока, я еще не вижу никаких причин быть за него или быть против него, ну единственная за причина это то, что он не Порошенко, это наверное плюс для людей, которые живут на Украине или в Украине, а то, что там появился возле него ставленник Путина, тут бабка надвое казала, потому что с одной стороны либо Путин пытается как-то все-таки поставить Зеленского в такое положение, где он вынужден работать с Путиным, либо Зеленский ждет указаний как говорится из генерального штаба. То, что Джулиани не поедет на Украину, вы понимаете, сегодня пока еще рано ехать на Украину по одной простой причине. Сегодня ничего не происходит. На Украине копать под Трампа там практически некому и нечего. Вот на кого есть копать что, так вот это на Украине против Байдена. И вот тут у меня появляется целая куча вопросов по поводу того, все-таки будет ли Путин тянуть за Байдена, понимая, что уже Трамп, как говорится, с ним явно играться в игрушки не будет, то есть будет ли Путин тянуть за Байдена и будут ли начинать прятаться концы в воду по отношению к сыну Байдена и по отношению к самому Байдену на Украине. В самом начале, когда Зеленский пришел к власти, у меня была такая идея, ну, чисто аналитический, что они, наверное, все-таки, я имею в виду, они в смысле Джулиани, Трамп и так далее, они, наверное, будут копать в Украине против Байдена, а там есть что копать, поверьте мне, там это увольнение генерального прокурора, сумасшедшие заработки в этой компании, как она там называется, даже не хочу морочить голову с этим, понимаете, поэтому я думал, что Джулиани будет там копать под Байдена, но с тех пор, как там появился вот этот человек Януковича, я честно, надо немножко тормознуть и посмотреть, о чем это все, потому что есть два варианта, один вариант это то, что опять же Путин попытается через вот этого человека Януковича наладить отношения, а может быть это будет идти к тому, чтобы Янукович вернулся на Украину, тоже непонятно, то есть тут слишком много, такая многоходовка, где, я вам скажу честно, подобраться к мозговой коробке Путина очень тяжело и понять, какую игру он пытается играть, он в этом отношении толковейший политик, толковейший КГБист и вычислить его намерения будет очень тяжело. Я продолжаю надеяться на то, что копать будут именно под Байдена, под Трампа, я не понимаю, что они там собираются копать на Украине, так как Трамп был абсолютно ну просто не удел в то время. Добрый день, вы в эфире. Алло, если позволите, я скажу. Пожалуйста. В соответствии с украинским радио, они опасаются приезда к человеку от Трампа, и вообще там очень много оказывается людей, которые против Трампа. И они не хотят, чтобы в этом увяжли и новый президент. В общем, опасаются. Так что правильно сделали, наверное, чтобы притормозили приезд Джулиани. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый. Ну, Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Зеленский заявил, что они не будут вмешиваться внутри партийной расприи США. Я считаю, это очень правильно. Да, я тоже думаю, что он... Со стороны Зеленского это первое нормальное заявление, а второе, он не должен вмешиваться, как говорится, в дела прокуратуры и так далее. Я с вами полностью согласен, абсолютно. Причем, я надеюсь на то, что он полностью абстрагируется от всего вот этого и скажет, ребята, вы хотите копать, копайте, я мешать вам не буду, но и помогать тоже не буду. Я на это честно... смотрел пресс-конференцию этого горе-прокурора генерального Украины Луценко, он говорит, я не вмешиваюсь в политику, одновременно, ну, вы согласитесь со мной, он разговаривает с приватной особой, зеленью, делает из его визиты помпу, он не должен одновременно вмешиваться в политику. Ну, вы понимаете, опять же, давайте, вы же взрослый человек, вы прекрасно понимаете, в Украине нет такого понятия, как честный политикан, как и в принципе и везде. Ну, я согласен с вами, я просто привел вам факт. Да, да, я, нет, я абсолютно с вами согласен. От того плюсу, что заявил Зеленский. Да, спасибо большое. Дорогие друзья, давайте мы сейчас привлемся на рекламную паузу и вернемся в сторону. Итак, мы продолжаем передачу неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. У микрофона я и ведущий Анатолий Червец. Вы все, дорогие друзья, можете стать участниками, набрав номер телефона 847 4-0-0-5-2-0-0. У нас есть первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день еще раз, Анатолий. Если можно коротко, какие перспективы повесток по декларации Трампа и по вызову в Конгресс младшего Трампа? Спасибо. Спасибо большое. Ну, опять же, вызов в Конгресс младшего Трампа это абсолютно то есть, я считаю это честно, это просто издевательство над Трампом и его семьей. Вы же все прекрасно понимаете, что чего эти вызовы стоят и к чему они приведут. Я честно надеюсь на то, что заставят все-таки, то есть, своим неприходом заставят вот этот комитет выйти в суд, где они должны доказать по какой причине они опять хотят допросить сына Трампа после того, как он дал более 27 часов показаний, что они собираются. Вы понимаете, сейчас происходит вот это политические игры типа кто кого дожмет. и я думаю, что то, что сегодня делает демократическая партия и ее представители, это ну очень не в их пользу по одной простой причине. Потому что как только начнут поступать новости о расследовании прокурора Доргем и Вильям Бар генерального прокурора, я думаю, что вот эти все вызовы в комитеты, оно будет смотреться ну просто как абсолютный абсурд даже тем той базе демократов, которые сегодня голосуют за демократов. Понимаете, потому что и я думаю, что именно поэтому сейчас вот последние там сколько месяц эти демократы так зашевелились в этой банке пауков, потому что они понимают, что до тех пор, пока не поступают действия, вернее, не поступают новости о действиях прокурора, у них еще сейчас какое-то там, они там пытаются что-то как-то там разобраться, разрулить, вроде бы они занимаются расследованием и так далее. Значит, если вы помните буквально вот на прошлой неделе, когда состоялись слушания в комитете юстиции в Нижней палате, ну, там, где Недлер является председателем, когда они голосовали за то, чтобы дать или не дать, вернее, удержать или не удерживать бар in contempt of конгресс, вот на этих слушаниях представитель Луизианы Хаким Джансон, по-моему, Ваким Джансон, он, ну, он явно сделал сумасшедшую ошибку, он просто, как говорится, в разгаре гнева, он проговорился, именно тогда, когда он сказал, вы отказываетесь нам подать документы, которые нам понадобятся для импичмента Трампа, и без этих документов мы не сможем провести процедуру импичмента, то есть, он, проговорившись, назвал вещи своими именами, он дал, то есть, ну, не знаю, случайно, или он специально это сделал, Бог ему судья, но, он четко дал понять, в какую сторону рулит демократическая партия по отношению к Трампу, все, вот с того момента, как он это объявил, просто любые все догадки, домыслы и так далее, они все больше недействительны, мы сейчас четко понимаем, куда они тянут, так вот, все это они сегодня могут делать до тех пор, пока не начнут поступать, как говорится, новости из полей от вот этого прокурора, потому что потом, когда начнут показывать, насколько предвзято было отношение к Трампу, к его семье, насколько вот эти слежка за его кабинетом и так далее, насколько это все было противозаконно, вот на фоне этого пытаться импичь Трампа у них уже точно не получится, а ведь это все, что у них было, вот, то, с чем идти на выбор, то есть, они явно до сих пор, они мечтали и надеялись на то, что БАР не создаст вот это расследование, и что они смогут все-таки, как говорится, довести дело до импичмента, ну, а там уже пусть пытаются переизбраться, понимаете, поэтому, что касается сына Трампа, Доннелда Джуниор, я считаю, что, конечно же, никуда он не придет, и они, опять же, сделают ему контент, в крайнем случае, им придется выйти в суд для того, чтобы объяснить, почему им необходимо допросить сына Трампа, точно так же, как им придется выйти в суд, хотя они уже подали эти сапины, там, финансовому комитету и так далее, ВРС, им все равно для того, чтобы получить эти бумаги, им придется выйти в суд. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Добрый день, еще раз, Толя. У меня такой вопрос, простой вопрос. Ну, естественно, пытались, значит, найти в Трампе проблему связь с Россией, все это рассыпалось, как упало, как домино. Естественно, будут пытаться еще. Но у меня просто, естественно, все это разрушится, это же, ну, это же понятно. У меня вот такой простой вопрос. Кто за эти расследования, на которые потрачены миллионы долларов, ответит? И Трамп не дает файтбэк, он абсолютно не дает им кикбэк, чтобы надо с чего-то начинать. Я понял, нет, какой-то процесс. Нет, давайте мы с вами сразу договоримся. То, что вы, вопрос, который вы задаете, он эмоционально правильный, но незаконный. Почему? Потому что у нас в законе и в нашей Конституции гласит о том, что любая ветвь правительства, будь то юридическая, правящая или законодательная, имеет право проводить свои расследования. И они имеют право на то, чтобы, то есть, они тратят деньги из бюджета и в бюджете, поверьте мне, заложены определенные статьи именно вот на такие расходы. Поэтому, конечно же, никто не будет, разговора не будет о том, кто за это будет платить. Платим мы за это все сами, а вот когда идет расплата, расплата идет так называемым голосом. Вот тут человек, который понимает, что его деньги пошли на какую-то абсолютно ерундовую забаву, вот он голосуя против, допустим, демократических кандидатов, он говорит, ребята, вы мне уже просто вот тут сидите, показываю себе по горло, и я за вас больше голосовать не буду. И вот это то, как происходит расплата. Денежная москвавилентия отпадает. Вот, например, этот комок потихонечку разламывается, снежный комок. Например, возьмем эти фейк-ньюс. Ведь прекратились такие страшные нападки, вы пили же страшные нападки. Тоже никто не ответил за эти фейк-ньюс. Это же было, это же клевета, явная клевета. Ну, опять же, вот смотрите, нет, я вам просто, то есть вы правы, вы абсолютно правы в том, что вы говорите, но я вам попытаюсь объяснить, почему за это никто не ответит. Потому что, когда разговор идет о средствах массовой информации против официальных лиц, такого понятия, как клевета, быть не может. Все. Это называется freedom of speech. Вот и все. Поэтому, опять же, это ваше дело читать эти. Очень многие вещи, очень многие вещи, я вообще считаю, что Трамп должен был с самого начала весь этот, весь эту группу вместе с Клинтоном, с Клинтоном и всю его команду начать судить. Очень много есть вещей, за которых нужно было судить. Трамп не может, вы поймите, Трамп не может никого судить. Судить имеет право только юридическая ветвь. То есть, это может сделать генеральный прокурор, это может сделать вот такой специальный прокурор, но для этого нужны основания. Трамп не может, есть такое понятие разделения власти. Трамп, как руководящая ветвь, не может давить на генерального прокурора, председателя юридической ветви и говорить ему, как делать его работу. Понимаете? Тут настолько все четко продумано в Конституции, они настолько все разделили, что наши эмоции, к сожалению, мы можем, сами понимаете, что с ними сделать. Спасибо, у меня есть еще звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, по поводу торговой войны. Вот я вчера слушал Раш Лимбаса, если не согласен, он говорит, я вас заверяю, американская экономика бумает, а китайская падает. Да, но падает до 7,2 а американская это 4 ВВП не дотягивает. Как вы думаете, чем закончится эта война? Отвечаю вам сразу. Отвечаю сразу. Смотрите, вот эта экономика 7,2 она настолько дутая. Это я, поверьте мне, я не пропагандирую ни за китайцев, ни за Трампа, вот эти, то есть за войну тарифов. Но Анатолий, она была в прошлом году 11, а сейчас до 7. Да, я понимаю. Поэтому вот представьте себе, что она с 11, даже если мы возьмем это за правду, она с 11 упала до 7,2. А наша экономика поднялась с 1,5 или с 1,8 до 3,2. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто же все-таки подыхает? Я понимаю, но Дуглов сказал, что это обоюдно будет болезненно. Кто сказал? Для обеих стран. Кто сказал? Советник по экономике. Кудло? Ну, смотрите, конечно, абсолютно никто не будет спорить, что лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным. Поэтому, конечно же, бьет по карману и там, и там. Но вопрос, кто кому нужен больше? Вот в чем дело. И если вы... Ну, я думаю, мы нужны более. Вот. Вот. да, поэтому я хотел, кстати, спасибо вам за то, что вы подняли этот вопрос, потому что я как раз хотел по этому поводу тоже сказать пару слов именно в том направлении, что, ну, вот я, по крайней мере, у себя на Фейсбук, у меня просто волосы дымом встают от всех вот этих знатоков экономики, которые считают себя просто, ну, профессорами экономики и экономического дела и которые пытаются предсказать какие-то вещи, абсолютно не неся за это никакой ответственности. Понимаете? Это люди... Просто, Анатолий, я был очень удивлен, когда вот слушал вчера, как много американских компаний, я имею в виду, ну, не Walmart, это не вещи такие, а имею в виду крупных компаний завязаны от супплайс от Китая. Абсолютно. Но, тем не менее, вот смотрите, ведь мы же знаем прекрасно, что мы у Китая покупаем на сумму сколько? в год? Я не помню. 500 миллиардов. Китай у нас покупает на сумму 100 миллиардов. Окей? А теперь давайте подумаем, если мы перестанем у Китая покупать, кто быстрее покончит жизнь самоубийством? Кто возместит Китай? Ну, давайте говорить так, кто возместит Китай, когда-то мы абсолютно спокойно обходились без Китая. Это требует времени. Согласен. А мы что, собираемся завтра погибать, или у вас закон, или вы не сможете себе купить некитайский утюг? Компания пострадает. Компания, вот, значит, компании, когда они переезжали из Америки в Китай, они меньше всего думали о том, как пострадает их родная страна. Они искали себе место под солнцем, помягче и поудобнее. Понимаете? И бросили эту страну. Выживает сильнейший. Выживает не сильнейший. Вы понимаете, когда, ведь до того, что подписали ТПП и подписали НАФТО, Америка абсолютно спокойно развивалась и чувствовала себя совсем неплохо. Согласен с тем, что абсолютно здорово, когда у тебя есть глобальный доступ к рынку. Согласен. С этим никто не спорит. Но, когда у тебя доступ к рынку, который работает в ущерб тебе, какой же смысл тебе участвовать в этом рынке? Скажите мне, пожалуйста, в убыток себе. Я не знаю, я сделал вывод. На короткий момент стратегия сейчас, конечно, убыточная, но перспективу это правильная позиция. Абсолютно. Абсолютно. И спасибо вам за этот вывод. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Можно вернуться к следователю? Конечно, пожалуйста. Легкий вопрос. Хватит ли у него времени побыстрее разобраться до финального до финиша перед выборами? Окей, тогда у меня к вам вопрос встречный. Можно? Быстрый? Ну, да. Как вы считаете, Трамп сможет выиграть на второй круг или нет? Да, конечно, я так считаю, но все дело в том, что очень много еще и будет зависеть от вот этого расследования. Не-не, теперь вот смотрите, давайте мы... Значит, вы все-таки считаете, что Трамп пойдет на второй круг. Значит, ваш вопрос успеет ли уже не актуален, потому что... Нет, но это было бы здорово, если бы он успел, это большой бы плюс был. Так вот, я думаю, что вопрос должен быть, знаете, в чем? Не в том, успеет ли он, а как много он успеет накопать за вот это время, которое у него есть. Потому что, если он накопает хотя бы килограмм на 20, то вопроса даже не будет в том, будет ли Трамп или не будет. Ну, понимаете, он же не будет... Килограмм выкопал и рассказал, выкопал и рассказал. Он же будет до конца, это вести. Вы знаете, я думаю честно, что это будет вестись до конца, но точно так же, как в свое время просачивалась информация от демократов, найдутся сердобольные и добрые, которые точно так же будут вбрасывать по крайней мере ну вот Fox News. Смотрите, когда велось расследование, если вы слушаете Fox News, там есть таких два человека, это Грег Джаррет и Джессика Картер, это два человека, которые вообще раскрутили всю вот эту байду с Трампом со стороны демократов, да, и вот они по мере того, что они расследовали, они все это выкладывали, мы же всегда знали о том, что происходит, просто... хорошо, дай бог, дай бог, О, вот давайте лучше будем надеяться и молиться о том, чтобы он накопал. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, еще раз. Мне кажется, что вы очень оптимистично устроены в плане того, что вот люди, которые голосуют за демократов, проснутся, очнутся, скажут, вы мне вот здесь, вот буду... Сегодня, слушая Раша Лимбор, 40% американцев до сих пор уверены по вопросам уважаемых более-менее... как это называется... в общем, агентского занимаются вопросами, 40% убеждены, что Трамп такие колуды с Льваша, и все там было, просто либо Малер не нашел, либо Малер сговорит с Трампом. Понимаете, если до сих пор люди голосуют за демократов, знают все, куда, к чему они ведут, как у них иммиграционная политика, как у них политика в плане налогов, и до сих пор вы думаете, что их что-то протражит? Давайте говорить так. Если 40% останутся своими 40%, Трамп сегодня имеет рейтинг 46%, overall. Меня в такой расклад вполне устраивает. И поэтому я настолько... Окей, тогда давайте говорить так. Давайте, зачем мы толчем воду в ступе, если мы все прекрасно понимаем? То есть, зачем нужно вот это вот... Да, у них есть 40%, прекрасно, но у нас сегодня 46%, а у республиканцев его рейтинг 92% или 93%, меня этот расклад абсолютно устраивает. Если 93% республиканцев уже гарантированы голоса за Трампа, и у него overall 46%, это все, что нам нужно для того, чтобы он прошел во второй путь. не забывайте еще тот факт, что против него кто-то будет идти, который точно так же, то есть, которого порвут тот же Трамп, как Тузик Греку. Поэтому единственная проблема, где может появиться, если вы слушаете Раша Лэмбо, единственная проблема, это если появится вот такой, как Мит Рамни, и который... Он подтягивает голоса, да. Да, вот это, но опять же, я думаю, что в администрации Трампа тоже работают люди, которые это все продумывают, и будем надеяться, что оно как-то сработает. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. На прошлой неделе вы сказали о том, что ваши законодатели... Алло. Да-да, я слушаю. А ваши законодатели штата Ленойс, они потребуют от Трампа его отчетности насчет так, рекоменда, насколько это будет реально осуществить для них. Вообще нереально. Вообще нереально. Вообще нереально. Почему? Потому что это просто противозаконно. то, что они пытаются сделать, ну вот собака лает, караван идет, да? То есть, они пытаются всячески показать, какие они про демократы и какие они против Трампа. Все. То есть, они пытаются как-то таким образом людей, проживающих в штате Ленойс, настроить против Трампа. Честно, не вижу как по одной простой причине. Потому что, так как они себя дискредитируют в отношении поднятия текса, налогов и так далее, я не думаю, что кто-то сегодня в Чикаго, который будет, на которого повлияет их вот эта вот ерунда, которую они затеяли. Почему? Потому что, смотрите, еще раз, по закону, по конституции президент не обязан представлять свои налоговые декларации. Не обязан. Тот факт, на который все опираются в том, что он, что все президенты до него и сейчас все там Берни Сандерс предлагают показать свои налоговые декларации, это все волонтерская работа. Но по закону никто не может заставить президента раскрыть свои налоги. Вот и все. Вот на этом, дорогие друзья, мы закончим сегодня, так как время подошло к концу, у нас следующим номером, как говорится, у нас будет бойцовский клуб с Анатолием Задорожным. Поэтому давайте оставайтесь с нами, будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА